На протяжении двух дней холл торгового комплекса «Дидос Персия» больше напоминал выставочный павильон, нежели обычный фойе. Здесь по давно сложившейся традиции прошла праздничная ярмарка чудес. Участие в вернисаже приняли более 30 мастериц, и каждая постаралась привнести в эту атмосферу, атмосферу волшебства и сказки, яркие нотки. Для нас в первую очередь для мастеров это общение, обмен какими-то интересными идеями, опытом личным. Это такой праздник души, когда мастер общается с таким же мастером. Ярмарки мастериц объединяют ежегодно тех представителей с прекрасной половиной, которые не желают проводить свободное время впустую, а наоборот стараются использовать каждое мгновение для того, чтобы сделать счастливыми других. От вернисажа к вернисажу они экспериментируют с техниками и формами, открывая новые грани рукотворного искусства. Конечно, хотелось раскрыть цветочную тему. Поэтому вышивки, это, конечно, преобладают цветы весенние, это и клевер, и розы, и многоцветные вышивки, очень яркие и радостные. Также шилы тюльпанчики, миниатюрные тюльпаны, которые, ну, скажем, назовем это моей, наверное, такой вот фишкой. Это маленькие тюльпанчики, вот в разных цветах, из которых формируются букетики. Есть у ярмарки и еще одна важная составляющая – благотворительная. Традиционно в рамках вернисажа проходит сбор средств на лечение тяжелобольных детей. И этот аспект – один из основополагающих для мастеров, которых, к слову, с каждым годом становится только больше. Обращает на себя внимание то, что появились новые мастера, которые раньше не участвовали в наших ярмарках, принимают в них участие впервые. Вот, например, появились вот такие вот куклы, как Тедди Долл. Это, ну, у нас в Бресте несколько только мастеров, которые работают в этой технике. Вот, как бы, есть такая уникальная возможность посмотреть их, потрогать, приобрести таких коллекционных игрушек. Продолжится работа творческих площадок уже совсем скоро. Очередной вернисаж распахнет свои двери в преддверии Пасхи – 24 и 25 марта. Продолжение следует...